МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите в выпуске. В стране пушкинских сказок в литературное путешествие отправились воспитанники площадки Центра детского творчества Биробиджана. Отправились на помощь коллегам. Парушетисты авиалесоохраны Еврейской автономной области принимают участие в ликвидации лесных пожаров в Забайкальском крае. Через игру в профессию фестиваль знакомства с рабочими специальностями прошел в детском саду номер 24 областного центра. Литературное путешествие по стране пушкинских сказок провели для воспитанников площадки Центра детского творчества сотрудники областной универсальной научной библиотеки имени Шалом Алейхима. Мероприятие приурочено к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Для детей подготовили познавательную программу, где они не только смогли поиграть, но и узнать много нового о поэте. Будет проведено литературное путешествие в стране пушкинских сказок, где ребята вспомнят все полюбившиеся сказки Александра Сергеевича Пушкина, будут читать стихотворения. Как говорится, Пушкин – наше все, и поэтому нужно обязательно говорить о творчестве великого русского писателя Александра Сергеевича Пушкина, читать стихи, ведь это развивает людей всестороннее. Ребята активно участвовали в подготовленных для них викторинах. Вспоминали героев сказок, названия, на скорость собирали пазл, вспоминали любимые стихотворения. Кроме этого, все желающие могли ознакомиться с выставкой, посвященной жизни и творчеству поэта. В завершение мероприятия дети изготовили подделку из бумаги «Царевна-лебедь». Софья Геннатулина, Кирилл Цирульников, Новости 21. Парашютисты авиалесоохраны Еврейской автономной области принимают участие в ликвидации лесных пожаров в Забайкальском крае. Десантники ЕАО действуют в составе группировки из более чем 1800 человек из заинтересованных служб и ведомств. В том числе пяти региональных подразделений авиалесоохраны Дальневосточного, Сибирского и Северо-Западного округов. На территории Забайкалья объявлен режим ЧС федерального уровня. К ликвидации возгораний привлечено более 180 вездеходов, бульдозеров, тракторов и автомобилей повышенной проходимости. Однако повсеместно использовать технику не всегда представляется возможным. В труднодоступных местах пожарным не остается ничего другого, как действовать вручную. Если нет техники, то нужно копать своими силами траншею, получается минполосу, ну и отжиг идет у нас, то есть от воды, от озера, от водоема, от минполосы, с встречным палом, чтобы пожар встретился. Оборудование минерализованных полос и контролируемые отжиги являются основными способами локализации лесного пожара для дальнейшего его тушения. Если когда верховой пожар, его непосредственно прямое тушение, оно не даст, и очень это опасно. И лучше отступить и провести отжиг. Для мониторинга обстановки и тушения пожаров федеральной и забайкальской авиалесоохранной привлечено более 10 самолетов и вертолетов. Несмотря на значительное число привлеченных специалистов, ситуация остается напряженной. Борьба с возгораниями осложняется сильным ветром и сложным рельефом. Есть и обнадеживающий прогноз. На смену засушливой погоде в край пусть и ненадолго придут дожди. Андрей Кирюшин, Новости 21. Фестиваль для детей дошкольного возраста в рамках регионального этапа национального чемпионата «Обилимпикс-2024» прошел в детском саду номер 24. «Обилимпикс» – это международный конкурс профессионального мастерства, в котором участвуют инвалиды и люди с ограниченными возможностями здоровья. Для детей были подготовлены игры, через которые они могли познакомиться с профессиями. Это первичная профориентация. В нашей области именно на дошкольном уровне такой фестиваль проводится впервые. И вот на этой неделе все дошкольные образовательные организации едино в этом фестивале участвуют. В нашем детском саду достаточно много детей с особыми потребностями. Дети ОВЗ, дети-инвалиды. И в первую очередь это фестиваль для них. В профориентационной игре принимали участие пять старших групп. Детям нужно было помочь волшебному гному вспомнить свое имя. А для этого им надо собрать все буквы и в конце сложить из них имя. Чтобы получить заветную букву, ребятам предстояло пройти по пяти станциям и попробовать себя в разных профессиях. Повар, парикмахер, воспитатель и фельдшер. Именно такие образы предстояло примерить на себя участникам и узнать о некоторых секретах профессии. Первым делом мы показываем, когда человеку становится плохо, сердечно-легочная реанимация. Показываем, рассказываем, как мы помогаем людям. Также мы показываем, как у нас называют волшебный сундучок фельдшеров, что там находится и как. Также мы проводим аускультацию, детки слушают себя и как измеряем пульс и артериальное давление. На одной из последних станций ребятам предстояло не только назвать атрибуты разных профессий, но и изобразить их мелом на асфальте. Так на дороге появились машины полицейского, фуражка, ножницы парикмахера, гантели для спортсмена, ложки и кастрюли повара. Игровой творческий формат фестиваля увлек и воспитанников детсада, и их наставников. И каждый участник стремился поддержать товарища и помочь команде. Софья Генатулина, Кирилл Цирульников, Новости 21. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин